Дениса Васюкова губернатору Кубани представил заместитель председателя правления «Газпрома». Вениамин Кондратьев и Сергей Хомяков обсудили дальнейшие сотрудничества между краем и компанией. Сейчас уровень обеспечения голубым топливом жителей региона достигает 82%. Это огромное достижение вот этих совместных партнерских отношений, результат. Конечно, сегодня газораспределительные станции, они сегодня перезагружены, это тоже факт. Третий из них, конечно, нуждается в модернизации, потому что и время, и в целом, и край развивается. Естественно, что мы хотим и дальше развиваться, чтобы у нас появились промышленные парки, технологические парки. А для этого, конечно, нужно газоснабжение на очень высоком уровне. Поэтому я думаю, что Денис Александрович на эту проблему посмотрит по-новому. Ее тоже нужно будет расшивать, как мы говорим, для того, чтобы мы дальше развивались. В том числе промышленные кластеры, которые должны в нашем регионе появляться. Конечно, для нас очень важный вопрос теплоэнергетики. Я думаю, что здесь хотелось бы, чтобы активизировать, в том числе и эти направления в нашей совместной деятельности. И, конечно, придать активизацию конституционных соглашений в этом вопросе. Для нас тоже это стратегически важно, потому что это, в том числе, уходы от потери, новое развитие, но, конечно, и платежи, в том числе мы сможем взять под более тщательный контроль. Что такое край для страны, все понимают. Это действительно жемчужина. Это действительно жемчужина. Это действительно мегаполис. Ну, не мегаполис типа Москвы, где все сосредоточено, а это мегаполис, который раскинут на большие пространства, включая такие пространства, как побережья, как горы. Еще раз большое вам спасибо за работу. И, надеюсь, будущая работа будет еще более плодотворной. На встречу также говорили и о возможности перевода сельскохозяйственной техники в регионе на газомоторное топливо, что снизило бы затраты агропромышленных предприятий при закупке горюче-смазочных материалов. Продолжение следует...